Продолжение следует... 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 Возможно, у них по мужской линии часто встречались инфаркты миокарда И сам пациент, допустим, курит порядка 20 лет Либо он набрал лишний вес за последнее время Либо у него характер работы определенный То есть какие факторы риска у этого пациента И что ему нужно для того, чтобы избежать возникновения серьезного хронического заболевания В обязательном порядке проводится исследование общей холестерин и глюкозы натощак Для определенной возрастной категории старше 35 это ЭКГ покоя Для пациентов, у которых есть снижение зрения Значит, делается измерение внутриглазного давления И для лиц старше 65, у кого тоже есть снижение зрения, но нет коррекции очками Значит, также производится консультация окулиста Дальше пациент получает индивидуальное, краткое для 40 лет Либо углубленное для лиц старше 40 лет Профилактическое консультирование Заполняется паспорт здоровья И ему даются рекомендации Если при осмотре выявляется возможность развития какого-либо заболевания В том числе для поверхностных форм локализации онкологии То есть, что сюда относится Это рак кожи, рак лимфатической системы Исследуется щитовидная железа пальпаторна Дальше, значит, дамы посещают женского врача Для определенной возрастной категории это врач-хирург для исключения рака кишечника С обследованием специальным И вот эти категории пациентов направляются на более узкое обследование Мы переходим ко второму этапу То есть, это у нас либо уролог для исключения рака простаты Либо врач-хирург или коллапрактолог для исключения рака толстого кишечника Ну и так далее по специфике Ну я правильно понимаю, что все же диспансеризация это дело добровольное При этом страховые компании очень заинтересованы, чтобы люди ее проходили Ну я считаю, что это, во-первых, общая социальная защита населения Формирование предупреждения развития заболеваний То есть формирование групп риска Разъяснительная работа с населением Я думаю, что, наверное, в первую очередь заинтересован Каждый должен быть сам в своем здоровье У нас есть статья 27 федерального закона Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации Которая гласит, что граждане обязаны заботиться о своем здоровье То есть, в первую очередь, это ваш личный интерес Безусловно, в обязательном порядке заполняется информированное добровольное согласие Кстати, пациент вправе отказаться как в полном объеме от прохождения профосмотра Так и от его части Поэтому, если вы категорически настроены не делать какую-то процедуру Никто не вправе вас заставить Но для того, чтобы понимать, что если у кого-то, допустим, по вертикальной линии У бабушки и у тети был рак молочной железы И для того, чтобы молодая женщина была спокойна за свое здоровье Я думаю, что ей следует проходить диспансеризацию А если человек на работе, проходят профосмотры, да, медицинские Они так называются Необходима дополнительная диспансеризация? Ну, понимаете, объем профилактического медосмотра и диспансеризации Он несколько разный Профилактический медосмотр человек может пройти по самообращению ежегодно То есть, вы пришли получить справку, допустим, для санаторно-курортного лечения Или для бассейна Вот это тоже профосмотр То есть, вас посмотрел врач, спросил, у вас есть ли жалобы Посмотрел ваши кожные покровы, померил давление То есть, спросил, как вы соблюдаете режим труда и отдыха и так далее Диспансеризация, она гораздо шире Поэтому профосмотры на предприятии Это все-таки выполнение определенного объема обследования Для того, чтобы позволить сделать вывод Может ли специалист заниматься этим видом трудовой функции, да? То есть, у нас есть определенные категории Педагоги Работники пищевой промышленности Работники тяжелой какой-то промышленности Да, работающие на вредном производстве У них у каждого свой объем обследований То есть, работники железнодорожного транспорта Да, с источниками повышенной опасности что-то То есть, у него что должно быть? Хороший слух, соответственно, да? Если это машинист поезда Хорошее стопроцентное зрение То есть, нормальное артериальное давление Потому что при выполнении им трудовых обязанностей За ним стоит большое количество людей За которых он несет определенную ответственность Поэтому, вот, я бы не стала все-таки смешивать профосмотр и диспансеризацию Если вы ее проходите в силу профессии Но у вас одновременно, то есть, в рамках наследственности Есть склонность к наличию какого-либо заболевания Почему вам не посетить диспансеризацию? А вот, кстати, в рамках диспансеризации Есть определенный список обследований А если вдруг я захочу сделать УЗИ, ну, к примеру, щитовидки Я могу попросить включить вот это обследование в список? Нет, вот диспансеризация – это определенный объем обследований То есть, это скрининговый метод диагностики, да? То есть, любое население, вот, только по возрасту Проходит определенный набор обследований Для того, чтобы исключить то или иное заболевание Для категории, вот, старше 40 лет Если у пациента есть подозрение на развитие, допустим, рака щитовидной железы То после обследования, сдачи определенного объема анализов Он уже дополнительно может быть направлен на это обследование Не по самому желанию пациента, да? Вот Но если вы хотите пройти обследование И у вас есть какие-либо жалобы Вы просто берете талон к своему участковому терапевту То есть, это определенный страховой случай Приходите, озвучиваете свои жалобы Врач вас осматривает И с учетом стандарта и порядка обследования По данному заболеванию Он вам назначает тот или иной вид диагностики Почему я не могу сразу взять и записаться на УЗИ по интернету? Ведь сейчас это все доступно Потому что это вид специализированной медицинской помощи Ну, здесь некоторые так делают А в соответствии Вот решили, что ему нужно к неврологу Записались к неврологу К неврологу можно Потому что это непосредственно врач-узский специалист А вот уже вид обследования должен назначить все-таки специалист Давайте все-таки вернемся к тому, что каждый занимается своей профессией То есть, врач для этого учился 6 лет, а вы себе сами назначили обследование Ну, как-то нелогично Показалось, что необходимо Могу ли я пройти диспансеризацию не по месту жительства? Вы уже сказали, что предпочтительнее было бы так сделать А вот, например, в поликлинике, которая рядом с работой Нет, значит, профилактические осмотры проводятся застрахованным по месту его прикрепления Местом прикрепления может быть не обязательно поликлиника по месту жительства То есть, мы переходим к вопросу выбора медицинской организации В рамках обязательного медицинского страхования То есть, мы как-то уже об этом говорили О том, что застрахованный может раз в год выбрать медицинскую организацию Это может быть по территориально-участковому принципу Ближайшее к месту, где он проживает Может быть ближайшее к месту его работы И к месту учебы Если вы сменили место жительства Вы вправе сменить и медицинскую организацию То есть, здесь вот право на раз в год, оно не ограничено Но проходите вы профосмотр там, куда вы прикрепились Если вы в начале года с ОРЗ посетили эту поликлинику То есть, автоматически вы совершили выбор этой медицинской организации Вы у поликлиники тоже на учете Что ваша возрастная категория проходит под диспансеризацию Потому что и медорганизации сами приглашают Помимо страховых компаний И, значит, они знают, что вы должны к ним в этом году Прийти на диспансерный осмотр Какая-то уже есть статистика, сколько людей, жителей Барнаула в частности, прошли диспансеризацию И какой у нас уровень здоровья, что ли? Мы вернулись к диспансеризации в 2016 году Стали формировать списки Приглашают застрахованных Количество людей, которые с каждым годом идут на диспансеризацию, растет Задача государства к 2024 году 100% охватить ежегодно осмотром каждого гражданина своей страны За 2018 год порядка 300 тысяч человек у нас прошли 300, извините, тысяч человек прошли диспансеризацию Формируются группы здоровья Большой плюс этого вида профосмотров Что можно поймать онкологические заболевания Когда нет еще клинических проявлений То есть нет ничего А вот этот скрининговый метод помогает найти заболевание Пока оно еще не развивается И соответственно начать лечение И показателем эффективности является потом Пятилетний период жизни Для пациента, у которого выявилось онкологическое заболевание Поэтому я считаю, что это важная все-таки направляющая В системе здравоохранения Ну и тем не менее страховые компании в этом направлении Все равно работают, чтобы люди более активные В этом вопросе были Что делают конкретно Ну вот страховые компании вообще утратили Как бы вот, скажем так, свое основное предназначение То есть на сегодняшний день мы не просто пункт выдачи полисов У нас есть большие такие направления в работе Первое это индивидуальное сопровождение застрахованного То есть на всех этапах И в том числе на диспансеризации То есть мы информируем Мы по результатам квартала смотрим Какое количество застрахованных пришли После приглашения на диспансеризацию Мы проводим опросы И выясняем причину отказа От прохождения профосмотра Мы выясняем удовлетворенность Проводимыми мероприятиями Которые позволяют улучшать качество работы Медицинской организации То есть допустим Кабинет медпрофилактики на втором этаже Лифта нет, старой бабушке тяжело подняться Кабинет забора крови на третьем этаже То есть включается логистика То есть главному врачу предлагается Пересадить на первый этаж Допустим кабинет медицинской профилактики Либо в какое-то другое крыло Ближе к терапевтам Либо допустим сформировать в этом же крыле Посадить и невролога, и кардиолога Потому что люди потом на второй этап сюда пойдут То есть это тоже определенный объем работы Вот о чем я сказала Ну то есть и второе направление Это контроль за прохождением Профилактических мероприятий Со стороны страховой компании То есть в том числе потом пациенты По результатам диспансеризации Кому присвоены группы здоровья 3А и 3Б То есть это люди, у которых выявлены Хронические заболевания Которые являются ранней причиной смертности Или инвалидизации Эти люди должны не реже двух раз в год Посещать своего участкового терапевта Либо узкого специалиста По профилю своего заболевания Это называется диспансерное наблюдение И также страховые компании Рассылают смс-ки Потому что, допустим, мы взяли реестр счетов И посмотрели Диспансеризацию прошел А потом спустя год Ни разу не появился По профилю своего заболевания У врача Что с пациентом? Заболевание проще предупредить Чем его лечить И если ты знаешь Что тебе нужно делать Для того, чтобы не заболеть А когда еще знаешь Да еще и это используешь Это вообще прекрасно Спасибо, Юля, за эту полезную беседу Будьте здоровы Будем здоровы Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях Юлия Малиновская Начальник отдела по защите прав застрахованных Субтитры создавал DimaTorzok